С нашего сайта Сергей идёт по теме церковь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 103. Третий. Исполняет ли оглашение все четыре степени покаяния? Ответ. Григорий Неокисарийский, правило 12. Цитата. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. В слушании бывает внутри врат в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных, и тогда исходите. Ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изженится и да не сподобится молитвы. Чин преподающих есть, когда кающийся, стоя внутри храма, исходит вместе с соглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с соглашенными. Конечное же есть причастие святых тайн. Думаю, что это нигде сегодня не исполняется со всей строгостью. Так, маленько остановись. Это мне вопросы задают, когда я стою за кафедрой в университете или радиопередачу делал, три радиопрограммы вел. Вот этот ответ. Ну как понять? Вот допустим, женщина сегодня приходит и, ну, с совестью и мужчиной в чем-то, она приходит, около храма стоит и плачет. Я подошел. Что? Я не знаю, что делать. Я четыре аборта сделала. И сейчас вот иду, иду, а ночью я в сон видела опять. Дети играют там где, в детском садике, а мои четыре грязные, как поросят, в грязи там возятся. Что мне делать? Она уже ничего не знает. На сон. А ей никто ничего. 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 Церковь пришла, сказала, ну сорок поклонов сделай. То есть они так любят людей, чтобы лишний раз не поклонились. Это любисты. То есть губители душ. Развратители волки. Никто не может правила это отменить. Правило Василия Великого. Если женщина убила дитя в очреве, да отлучиться от церкви на десять лет. Десять лет. А у нее сколько детей-то угнуешь? Ей тысячу лет надо стоять за воротами. Вот эти десять лет наказания, называется эпитемия, церковное наказание. Оно развивается на четыре ступени. Не ступеньки, которые есть, а четыре стадии перехода быть сверлыми. И вот по порядку теперь считаем. Глаголь от Писания, который изженется. Слушав Писание и учение. То есть прослушал, а потом доизгонится. Это первые два с половиной года. Да не сподобятся молитвы. То есть даже молитвы ему не разрешают слушать. Второй чин – припадающие. Что делать-то? Кающий стоит уже внутри храма. И сходит вместе с соглашенными. А куб настоящий – третий чин. И он начинает прищать. Вместе с верными стоит. Но не прищищается. Надо еще и разъяснять. Где-нибудь исполняется, я отмечаю. Думаю, что нигде. Вот у нас было такое, что-то подобное. Я не знаю, что. Потому что только батюшка знает-то. Ну и там, если впало в блуд. Или прелюбодеяние. За блуд там 6 лет. За прелюбодеяние 8. Точно так же 4 степени. Они из ступени называются. Степенью, правильно. Видно, что не прищищается. Только и всего. Выходит с соглашенными. Больше не знаю. Но стоят в притворе. Ну а куда выйдешь-то? Мороз на улице. 4 граждан. Притвор. А в церкви негде. Уйди в другую половину храма, чтобы тебя не видно было. Да и стоять там до времени, которое положено. Какое? Оглашение. Скажет в мященнике. С миром и зыдем. С миром и зыдем означает. Теперь все. Можно выйти. Стоять с мирными. Зайти. А из зыдем некоторые думают. Все, я уйду, если у меня спроса нет. Правильно. Можешь опять идти на базар. Хватать свои сумки. Ты тут оставила их или на руке держала. Но. Не советуем. Это означает. Можешь, но нежелательно. Если муж изменяет жене, жена имеет право развестись. Но Василий Великий говорит, но нежелательно. Перетерпи. Прогорит. И семья будет сохранена. От тебя не убудет. Вот вопрос-то в чем. Ревности у мусульманок нету. Русская вышла замуж. А теперь все и встретились. И говорят, а где муж? Она посмотрела по календарю. Он говорит, через два дня придет ночевать. Он сейчас, говорит, там у такой-то, у Аиши ночует. А как ты знаешь? А вот, говорит, шифоньер, его костюм висит. Он перед законом будет так. А если одну любит, а к этой не приходит, не удовлетворяет ее, с него спрос будет. Алименты не платит. Вот спросите, Наталья Лисуса-то есть. Она очень хорошо это знает. Его найдут. У них розыск работает, как секуритаты. Тайная полиция. Они найдут и привезут его. И на площади будут так драть, что он кроме жены никого не будет видеть. Чтобы она отмочила ему задницу. Он будет платить и будет работать. Не просто четыре жены иметь, а кормить и поить. И разведется, если он, она ему не понравится, он обязан кормить детей и кормить ее. Если он занимает большую должность, чтобы она жила как княгиня. Вот тебе мусульмане. А у нас ничего нету. Лишь бы не было общего хозяйства. А в городе какое общее хозяйство? Ну, кошка и собака. Больше ничего нету. Тараканы. Тут то, что мы считаем, еще надо разъяснить. Вот так. Еще так. Слушать по порядку. Плащ. Вот где первое. Это я упустил. Плащ. Первая ступень. Вне врат молитвенного храма. Где стоя согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него. Первая ступень. Второе. Слушание разрешается. Должен стоять до оглашенных-то. Правила главолит. И так далее. И третье. Чиль при падающих. И четвертая у настоящих. Вот так. У нас этого не было. Это сегодня невозможно выполнить. Невозможно. Но срок этот у нас выполняется. Она впала в грех. Я могу определить только по годам. Я вижу, она стоит там 7 лет за воротами. Это значит, грех понятен какой. Вот как. Из церковь, любящая мать. Я занимался правилами 3 года. Переводила. В симфонии составлял. Я удивляюсь, как святые отцы предусмотрели. А она впала в грех. А она изменила. Ну, была на курорте. И спала в шалашен. Другим. Вернулась. Совесть пробудилась. Пришла на исповедь. Он говорит, как муж? Муж страшно ревнивый. Он убьет меня. И на них правило есть такое. Она может не выходить. Ну, а не причащаться. Все эти 7 лет она не причащается. А муж ее не знает. Он не ходит, может быть, и только делок. То есть спасает ее от ревности, от побоев, от убийства. Вот вдумайтесь в это. Это правило создавали люди, монахи, которые думали о людях. Да, я согласен, что есть где-то самое строгое правило, когда один епископ у другого где-то там в каком-то городе. В Завьялово какой-то взял. А на самом деле это принадлежит Павловску. Вот у нас тут такие есть. Правило такой строгости, что следующие святые отцы говорят, не можем понять, почему такое правило сделано. Почему? Там написано, и не принимать покаяние даже при смерти. Вот бывает так. Власть сменилась, и человек отступил, надел красный шлем и пошел с коммунистами. А он заходил верующий, и знаете, собирается. И выдавал их. А их брали и расстреливали. Но он живой остался. И вот он кается. Ему и в питьеве 30 лет. 30 лет. И вот 30 лет делили на 4. И что будет? Но! И тут еще дается послабление. Если все время плачет и просит там у входящих молиться, тогда может быть заседание. Когда полсрока пройдет, тогда будет заседание. Вот точно так же, как сегодня в тюрьмах. Приговоренные к пожизненному сроку. Или там 25 лет. Полсрока отбыл. Ему разрешается подать апелляцию. И могут рассмотреть и сократить срок. Досрочное освобождение. УДО. Условно-досрочное освобождение. Здесь точно так же. Одну треть могут убрать. Не половину, а одну треть. Ну 10 лет 3 года скостить. За большие-большие слезы. И церковь еще что придумала. Прости, Господи, это слово придумала. Вдохновленная любовью. Она говорит. Канон такой есть. Бывает во время гонений. Взяли кого-то. Пытали. Раскаленные иголки под ногти ему загоняли. И он, человек, поколебался. Отступился. И принес жертву. То есть согласился. С язычниками. А потом раскаялся. Правило. Определенно говорит, что он, если никого не выдавал, отмечен будет, допустим, на 18 лет. Но. За него может ходатайствовать. Кто? Исповедник. Который страдал. Который мучился, но его не казнили. Ему дана льгота. И он придет и будет говорить, отцы, смилуйтесь над ним. 18 лет ему не выдержать. Он уже 60 лет ему. Видите, как он истерзанный весь. А кто ты такой? Я сам страдал. Я сам мучился. Но мне Бог дал силы выдержать. Видите, у меня трех пальцев нет. Их отрубили. Видите, зубов нет. Они выбили. Видите, один глаз. Они выкололи. Я имею право по канонам ходатайствовать за него. Это не просто так. В долгий ящик, в корзину, его ходатайство положить нельзя. Они должны собрать все там, епископы, священники, и сказать. Это правило правильное. Итак, сколько ему осталось? Ему говорили, 9 лет. Учитывая ходатайство, исповедника Божия, оставить ему один год. Я только некоторые правила говорю. Как они умно составлены. А их сегодня забыли, выбросили. Священник взял на себя власть. Решать, накладывать эпидемию или нет. Я говорю, почему же ты ничего не делаешь-то? Ну я накладываю эпидемию. Да тут все аборфисы сидят. На вторую букву алфавита. Без мужа и нажили детей-то. И теперь гордятся, деньги собирают людей. Соразок нарожали. Ну правильно, батюшка. Ну, правило же существует-то. А он так, как сегодня пишет. Всех люблю, никого не отсуждаю. Один. Без пробелов напишите. Любвисты. Вот это уже никуда не годится. Правило есть, и ты должен ей его представить. Вот так. У нас человек, который хорошо читал. У случилась большая трагедия. Трагедия. Он повинен. Священнослужители повинен. Повинен в страшном грехе. А его полюбили. И вот одна приходит и ходатайствует за него. Почему он не считает? Я открываю правило. Она думает, что мы его не залюбили, и поэтому он там стоит. И я показываю правило, что он теряет возможность благословлять все. Но пока не извержен из сана, он может пребывать в алтаре даже. Но рот закрытый на четыре замка. Все. Вот даже это предусмотрено. И она успокоилась. Я не знаю. На бумаге-то она написала ему это правило и отнесла. Я тебя люблю. Я ходатайствовал. Ничего не получилось. Оказывается, все дря. Потому что правило есть. Вот как. Это у нас. Нигде больше этого нет. Но вот так на четыре ступени и у нас нет. Нет. Потому что в этом должен участвовать епископ. Рядом должен быть. К епископу надо обращаться. А у нас так не всегда это возможно. Считай дальше. Первый Вселенский собор. Правило второе. По елику. Сергей Павлович. Так, сейчас. По елику, по нужде. По елику, то есть поскольку. По елику, по нужде или по другим побуждениям человека. Многое произошло не по правилу церковному. Так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере, и краткое время оглашенные в бывшие, вскоре к духовной купели приводят. И тотчас по крещение возводят в епископство или присвитерство. Посему за благо признаю, дабы впредь ничего такого не было, поскольку и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание. Ибо ясно писание апостольское говорящее, не новокрещенного, да не разгордившись в суд впадет, и все дьяволы. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице, и будет облечен двумя или тремя светлями, таковой да будет исключен из клира. То есть вот сказали, такой-то там семинариста принуждали к сожительству, гомосексуалисты, преподаватели. И Андрей Кураев вступился. Нужно немедленно его было убрать, они его перевели на другое, а отца Андрея стали гвоздать со всех сторон. Молитвы составили, чтобы его Бог укротил. И здесь его выгнали с академии. Так мало-то он преподавал в Московском университете Ломоносова, центральный университет страны. Так они их туда обращали, чтобы его оттуда выгнали, чтобы у него сухарей даже не было. Вот что делают. Дальше. А поступающий вопреки сему, яко дерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себя опасности исключения из клира. Какое еще испытание нужно крещеному? Теперь смотрите. То есть, если женщина за грех аборт 10 лет, а священник делает по-другому, с ним разговора нету. За хвостом яму. На 30 лет если рукоположили, узнали, а его прислали без усома, его немедленно извергать, и больше на священника не будет никогда. Извергать. Два раза не рукополагают. Этого ничего нету. 6-й вселенский собор, 14-15 правила. 6-го вселенского собора. В Диахоне не раньше 25. Это все попрали. Повторяю, из 719 правил, книги правил, это 7 вселенских 9 поместных соборов и 13 святых отцов. Сегодня 413 правил полностью выброшены. Торговли в храме не должно быть, а их несколько хиосков. А оглашенные изредители не выполняют, а некоторые вообще выбросили слова. Это уже не литургия Иоанна Златоуста. Ложь, безумие, старит, я знаю, тут Пархоменко, священник, и говорит, что ветхий завет, это еврейские басни. Его немедленно нужно было сразу выгнать и двери запереть. Полностью безумцы его не трогают. Отца Владимира Головина нашли за что расперзать. Я ничего не говорю, но тут явно вопреки безумие совершается. И тут об этом говорится, если были некоторые нарушения, раньше рукополагали, раньше 30 лет, правила-то не было, значит и вины не было. Но дальше этого да не будет. Вот, первый вселенский собор, второе правило, все прекратили. А до этого рукополагали и молодых. И это было действительно, почему едет этот, называется, кирпич, знак на дороге. Ну, можно было проезжать и прочее, но ночью поставили. Все, как тебе полбуки, кирпичок дали. Не одешь дальше, уже наказан будешь. Не было закона и не было нарушения. Вот как умно все составлено. И эти правила выбросили все. Дальше. Первая Тимофея. Первая Тимофея, 3 глава, 6 стих. Не должен быть из новокрещенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Обращенных. Не новокрещенных. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Как говорится, оглашение должно быть от 3 до 5 лет. А сегодня 5 минут нету. Пришел полупьяный. Допускает. Мне вот пишут два парня и говорит, вот мы в воскресенье ходили, причащались. А вы не причащаетесь часто. А мы причащаемся каждую. А в понедельник у нас тут гулянка была. А мы гуляли, пили, блудили. В воскресенье сходили, причастились. На следующую правду у нас тоже так получилось. Блудили. Понимаю, понятно. В церкви-то нет никакой. Шайка бандитов. Это не мои слова. Патриарх Алексея Второго. Каких бандитов мы принимали в церкви? Бандитов. Я показываю, где сказал, когда, какая страница церковных ведомостей. Епархиальная. Дальше. Иоанн Златоуст, говоря о причине падения падшего Херувима, ссылается на это единственное место в Библии, дающего намек на истинную причину. Гордость, отличительная черта дьявола. И враждебно все божественное. И они изначально обречены на поражение, потому что восстали на Бога, подражая дьяволу. Это говорит о тех, кто рано рукоположен. Они подражают дьяволу. Вот и все. Иакова 4.6 Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5.5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если рукополагать из нововращенных, и при том до 30-летнего возраста, то будет воспитана такая вот именно плеяда молодых безусых гордецов с широкими рукавами ряс, которые толпами кучкуются в храмах. В самом своем зачатии они уже преданы осмеянию и осуждению вместе с дьяволом. Об этом и говорит Первый Вселенский Собор. Гордость на колеснице гордыни. Ну и 104.